К зиме готовятся и те, кто занимается выращиванием крупнорогатых мясных пород. Стараются успевать, пока животные на пастбищах. Там они будут находиться до самых морозов. В крестьянском хозяйстве Янобаева и Стобольского района заботы те же, но вот история семейного бизнеса уникальна. С фермерами познакомилась Инна Михайловская. Подготовить повещение к зиме – дело несложное. Очистить и разложить подстилку. Гирефорды неприхотливы. Ангар металлический, более крепкий, капитальный. Зимний дом для животных. Потолки высокие, прежде всего для того, чтобы заходил трактор. Сюда животные приходят по своему желанию. Ну, допустим, на улице ветер, переместились, согрелись и потом снова выходят на воздух. Если там, грубо говоря, 50-70 голов здесь содержать, то температура здесь все равно намного выше, чем на улице. В крестьянском хозяйстве Янобаевых гирефордов выращивают с начала 2000-х. Сейчас около 200 голов – это потомки первых 17 животных. Зимой на базе, летом на пастбище. Важно, что телят с мамами не разлучают. Нельзя отделять от молока. То есть в этом возрасте, если малышей отделить, они не прибавляют веса. То есть им не хватает, может, каких-то своих вот витаминов. То есть это все приходит с молоком от матери, от коровы. Демократичное содержание, а в ответ – доверие. От пастуха корове незабудки достается угощение. Такое взаимопонимание скорее исключение из правил. Александр Подрезов уверяет – послушные они. Правда, сейчас менее подвижные. В данный момент травы мало, потому что они сейчас плохо ходят. Но летом-то, конечно, хорошо ходят. И когда отдыхают по часа, по три лежат. Сейчас просто осень, травы нет. На первый взгляд – обычное крестьянское хозяйство. Вот только во главе его стоят два брата. Рушан – филолог. Будучи аспирантом, писал диссертацию. Рустам после окончания нефтегаза работал в Якутии мастером. Неплохие деньги получал. Но в 2016 году, когда не стало их отца-фермера, сыновья оставили прежнюю жизнь и продолжили семейное дело. Ну а как оставить? Здесь хозяйство, сюда столько сил вложено. То есть мы третье поколение, которое этим занимается. Здесь готовое дело. То есть техника у нас есть. Земли имеются. Ну и стадо мясного поголовья тоже имеется. Ну что с ним делать? Просто так взять и распустить. Сейчас братья Яныбаевы все время проводят на базе, а рядом сын Рушана. Кем ты хочешь быть? Фермерам. Отец не против. К тому времени поголовье намерены увеличить, базу расширить. Инна Михайловская, Александр Изосимов. Тюменское время.